Музыка Я заранее хочу попросить прощения, так как буду выражаться нецензурной лексикой, ибо речь пойдет не о людях, а о мразях, мерзопакостных, зомбированных существах, выкормышей бакинского отморозка, который тупит все свое молодое поколение, поколение моральных уродов, иначе их не назвать, ибо происшествие в шествии бессмертного полка в день победы в Москве и Петербурге говорит о том, что понятие святое чуждо для отморозков. Итак, 9 мая вместе с сотнями тысяч демонстрантов, принявших участие в шествии бессмертного полка по случаю Дня Победы, группа азербайджанцев начала провокацию. Сначала, стоя в сторонке, стала скандировать в сторону армянской колонны «Уберите тряп!», подразумевая флаги Армении и Нагорного Карабаха, Арцаха. Затем отморозки гинулись в сторону колонны, пытаясь напасть на бессмертный полк, а другие со стороны бросали в марширующих бессмертного полка камни или что-то другое. Во всяком случае, видно плохо. И кидали в толку, где идут, кроме того, старики, семьи с детьми и женщинами. Некоторые отморозки приблизились к колонне, но получили по мордам и лбам, их же азербайджанским стягам. В это же время в северной столице, в Петербурге, та же ситуация. Представители азербайджанской диаспоры совершили провокационные действия, причем как в Москве, так и в Петербурге отморозки готовились тщательно и, что называется, с отчетом. Учитывая, что пришли с камерами, чтобы оперативно выслать сюжет в Баку, мол, гляньте, мы здесь в России не просто штаны протираем, а ягодицы свои вместе со штанами рвем. Обратите, мол, на нас внимание. А вот что-то перепадет от главного армянофоба мазутного султана. Причем, если в Москве азербайджанский флаг набил морды представителям своего же народа, отчего эти же представители в соцсетях недоумевали и оставляли риторический вопрос, как можно было позволить выхватить из рук флаг страны и позволить им же себя бить, то в Петербурге так и вовсе приняли участие в провокации весьма активные члены общины Закир Набизаде и Зульфигар Исмаилов. И если, как заметила их землячка, обвинив соотечественников в трусости, Зульфигар Исмаилов тут же удалил свою страницу из сетей, как узнал, что его имя стало достоянием общественности. Закир Набизаде пока геройствует в сети. И примечательно, что этот человек не просто активист азербайджанской общины Питера, но и, внимание, молодежный совет при Питерском доме национальности, орган, который должен заниматься гармонизацией межэтнических отношений, был сорганизатором всех форумов молодежных по межэтнике в регионе и постоянно посещает все семинары, круглые столы по гармонизации межэтнических отношений. Есть также сведения, что он активист Российского конгресса народов Кавказа и Всероссийского межнационального союза молодежи. Так вот, такие ублюдки, которые должны заниматься урегулированием межэтнических отношений, сталкивают лбами народы, да и где-где, на марше бессмертного полка, приуроченном ко Дню Победы. Более того, за ублюдками, очевидно, стояли старшие, знающие, куда посылают и зачем. Почти каждый избитый по мордам оказался в больнице и были увезены, словно на поджидавших их машинах. И, судя по кабине, не в жигулях. Обращаюсь к вам, неуважаемые ублюдки и им сочувствующие. Флаг Карабаха был, есть и будет вместе с флагом Армении в День Победы в городах России, Европы, Америки, Азии, Австралии и всея Океании. Хочется вам этого или нет, но он будет. Хотя бы потому, что это Россия, а не Азербайджан. И ведите себя достойным образом. Хотя бы потому, что флаг Карабаха сепаратистский для вас, но не для России. Хотя бы потому, что Карабах дал двух маршалов, а Азербайджан не одного. Дал, правда, одного маршала и адмирала, Исакова и Бабаджаняна, но и те армяне. Хотя бы потому, что Карабах дал 17 генералов, а Азербайджан всего двух, один из которых Талыш. Хотя бы потому, что из крохотного Карабаха вышло 7 героев Советского Союза, а на весь Азербайджан всего 39. И то часть из них Талыши, Лезгины и другие. И, наконец, хотя бы потому, что армяне в этом бессмертном полку представители той нации, которых в два раза меньше по численности. Но они дали 90 героев СССР между тем, как вы 45. Минус Талыши, Лезгины и прочее. Впрочем, обратите внимание на баранов, которые решили сначала сыграть роль дятла, считая, что если настучат, то это поможет. А потом и вовсе начали городить чепуху, что Карабахский флаг запрещен в России. Провоцируют весь поход, все движение своими террористскими флагами, террористскими флагами. Это, в принципе, нормально? Армяне, вот армянская диаспора. Этот флаг не признан на территории Российской Федерации. Они же не осмотрены там, откуда. Они откуда, осмотрены были. Они не осмотрены. Никто к ним не обращался. Они не могли зайти посредине нигде. Нет, они не зашли посредине флагу, закрывали, а потом развернули. Посмотрите, бессмертный полк, посмотрите. Смотрите, вот тот флаг, это флаг. Там провоцируют. Еще раз, еще раз. Организаторы здесь, с ними вместе, отсюда идут. Где организаторы? Нет, стоп, мы не организаторы. Ну а если мы сейчас будем драться? Мы отсюда, мы вас задержим. Они же не будут драться. Так вы понимаете, пока я не вижу. Нет, 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 в России это запрещенный флаг. Армянская диаспора идет с флагом Нагорного Карабаха, непризнанного, которая на территории Российской Федерации запрещена. Это прямая провокация азербайджанского народа. И не просим. Идите, что провокация. То есть вы отказываетесь нам помочь? Армянская сторона целый флаг провоцирует азербайджанскую сторону, поднимая непризнанную республику, флаг непризнанной республики. Мы просим полицию вмешаться, но полиция нам это не нужна. А что, мы должны вмешиваться? Вы, я не понимаю, зачем праздник? Это запрещено в Российской Федерации. Порщик? Зачем праздник для азербайджанцев? Они нас послали, сказали, что надо к вам обращаться. А что нам делать? Я вам сказал. То есть вы отказываетесь, да, нам в помощи? Я вам сказал, что делать. А как нам быть? Вы с первой, нам не помогаете, потому что там будет драка, а она скоро будет, там собирается, ребята. Ну время тяните. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что вы, ублюдки, творящие провокации в этот святой для всех народов, переживших Вторую мировую войну день, ходите по земле. Вы, зомбированные Алиевской пропагандой, ублюдки, даже не понимаете, что 9 мая это день, когда стоит вспомнить все хорошее, что было между нашими и другими народами, когда ваши деды прикрывали своими телами наших дедов, и наоборот. Я понимаю, что кроме нефти в ваших башках нет ничего более святого. Но нефть не бесконечна. Вы даже когда говорите о подвигах во Второй мировой войне, говорите не о героях, а о той же нефти. Мол, Азербайджан поставлял на фронт горючее. Постыдитесь. Горючее Чечено-Ингушская АССР поставляла на фронт. Башкирия, Красноводск, Гурьев, Махачкала. И занимался всей этой поставкой Анастас Микоян. Я обращаюсь к общественности армянской, в частности, к Союзу Армян России и ее филиалу в Санкт-Петербурге. Вы должны расследовать это дело и привлечь виновных к ответственности. Среди вас немало талантливых юристов и власть имущих. Хватит выставлять себя с позицией цивилизованного человека, интеллигента. На языке этих быдл вы терпилы, а не интеллигенты. Мы нация победителей. Для нас 9 мая свято в квадрате. Это и день победы в Великой Отечественной войне, и день взятия Шуши. Нам диктовать условия, а не сынам трусов, у которых дети таковые вымахали. Я просто требую, чтобы этот факт инцидента не пустился на самотек, и уверен, что меня в этом поддержат тысячи. И армян, и русских, и других. Давайте хоть раз объединимся и покажем халуям и провокаторам их место. Надеюсь на вас. Если теперь вы промолчите после того, как на армянские колонны с женщинами, стариками и детьми было совершено трусливое нападение и такое драпание, то доверие нашей диаспоры здорово может пошатнуться. И расследовать нужно грамотно, выдвигая вперед не азербайджанно-армянские противостояния, а попытка нападения на бессмертный полк. Впрочем, соль во всем этом бедлане была. Представители других национальностей выявили для себя дикарей и поняли, с кем все это время ведут противостояния армяне. С мерзавцами, которые сначала плачут кому-то в жилетку. Пока я не вижу. Не-не-не, в России это запрещенный флаг. Я не вижу. Потом провоцируют. Изымайте флаг! Изымайте флаг! Изымайте флаг! Потом снова уже плачут. Но уже больно плачут. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok